Вот сейчас кто-то около наших экранов будет прям переживать, потому что мы отмечаем Международный день змей, и в гостях у нас Евгений Константинов, кандидат биологических наук, но он, естественно, не с пустыми руками, он пришел с самой настоящей змеей. Доброе утро, Евгений Львович. Доброе, доброе, да. Это не ядовитая змея, я сразу хочу вас предупредить, несмотря на то, что, возможно, это самая кинематографичная змея. Я всегда вижу именно ее в кадре в каких-либо фильмах, и, да, люди пугаются. Как называется эта змея? Это гондурасская молочная змея, пожалуй, самая популярная за своей вот такой яркой окраски и абсолютно мирного нрава, как вы видите, и как угодно можно с ней манипулировать. У нее абсолютно она лишена агрессии. В природе также ведет себя скромно, ее практически не увидеть, хотя ареал у нее шикарный от середины Южной Америки до практически середины Северной Америки, вся вот эта тропическая и субтропическая часть в ней. А вот этот окрас, хоть и кажется, что, ну, чем-то они похожи на Аспидов, да, в такую же яркую поперечную окраску, но это окраска расчленяющая. Когда вы его увидите в подлеске, да, вот эту, ну, вернее, вы ее и не увидите в подлеске, да, из вот такой, из такой расчленяющей окраски. То есть собрать воедино этот рисунок сложно бывает. Это уже взрослая? Она уже даже не просто взрослая, я бы сказал, это престарелая такая подруга, потому что ей уже около 10 лет, и, ну, где-то, наверное, лет 12 это предел для данных змеи. Это ваш личный питомец или КГУ? Да, нет, это домашний питомец, вот он уже вот сколько времени с нами. Как вы видите, совершенно спокойно к нему все домашние относятся, ну, потому что такой миролюбивый нрав, он агрессию, в принципе, не может вызывать даже вот ту природную, которая в человеке, в принципе, заложена, да, опасаться змей. Чем питается эта малышка? Потому что она, ну, не крупная. Ну, да, ну, у змей у всех достаточно скудный рацион. Есть, конечно, узкоспециализированные формы, которые там свежие яйца заглатывают, да, а вот остальные все змеи – это что-то соразмерное, как правило, грызуны. Ну, вот сейчас, правда, все удобно стало, инфраструктура зоологическая развита, поэтому купить заморозку и разморозить ей, дать вот в таком виде, то есть это не обязательно такие животрепещущие кадры, да, это вполне мирно может все дома это содержать. Так что это все заморозка змей, ой, мышей, но эти змейки и питаются. Это универсальный корм, скажем, для многих змей. То есть в основном грызуны все. Да, в основном грызуны все. А жучки-паучки? Ой, немногие змей говорят, что даже наши гадюки, они на ранних стадиях своей, в юности совсем, они начинают с беспозвоночных, но все равно поглядывают на каких-то соразмерных ящериц, может быть, какое-то гнездышко на земле птичьи заползут, чтобы птенечками попитаться. Вот это им ближе. Сколько в этом мире ядовитых змей, а сколько безопасных змей? Да, я думаю, что на змей наговаривают, потому что какой-то такой природный страх сидит в человеке, особенно нам сразу впечатляет что-то такое, либо питоны по 5 метров, да, либо гадюки, я уж из гадюк, это самая такая именитая, это герза, конечно, и своими размерами, и своей опасностью. Но из чуть больше 3,5 тысяч змей в природе ядовитыми считаются около 600, а из них признаны медиками 200 опасными для человека, что процент ничтожный. У нас в Калужской области единственный вид, как бы ни оговаривали бедную медянку, ее, во-первых, давно очень никто не видел на территории Калужской области официально, вот, а как бы ее ни оговаривали, вид это совершенно безвредный для человека, вот, и особенно мне тревожно, да, то, что наши безногие ящерицы, иногда ящерицы вот так подражают змеям, наши безногие ящерицы-веретеницы страдают вот за всю эту братью измененную, потому что к ним не относятся, а внешне похожи. Но гадюк-то у нас все-таки есть? Гадюк черный? Гадюка есть, у нас несколько цветовых форм гадюки, то есть есть классическая серая с таким ромбовидным рисунком, вот, и черная гадюка, поэтому, когда видите черную змею, к сожалению, не всегда это уши, надо все-таки, если вы совсем уже не убежали, а любопытство у вас присутствует, да, приглядитесь, разглядите вот эти рыжие ушки, да, как бы пятна, они рыжие, они желтые, они беловатые, они почти в красные могут уходить, тут разнообразие большое, тогда да. Ну и уже, в принципе, так как они к ужеобразным относятся, это змеи стройные, изящные, гадюка покороче, гадюка погрузнее, гадюка это все-таки затаивающийся хищник, поэтому она всегда лежит, и ее спугнуть надо очень постараться. Да, ну, конечно, такая группа не может не быть окружена какими-то мифами, мне абсолютно достоверно, ну, как им казалось, рассказывали, мы были в походе категорийно на Кавказе, и когда кавказских ребят перелезали, в одной из местных деревушек, нам рассказывали, что гадюки у нас свирепые, они даже со скал кидаются на проезжающих мимо на лошадях всадниках, чтобы в ногу попасть. Вот, да, ну это, конечно, фантасмагория абсолютная, то есть змеи все-таки затаивающиеся товарищи, поэтому вот этот эффект неожиданности, когда вы на нее случайно наступаете, мимо проходите, вот он как раз с ними и с нами злую шутку играет. Правда говорят, что там, где водятся ужи, не водятся гадюки? То есть они как-то... Нет, ну, скажем так, они биотопически, конечно, разведены, их предпочтения, скажем, разные, потому что все-таки ужи, это обитатели, ну, близко должен быть водоем, у них земноводные чаще в рационе хотят грызунов от птиц, они тоже отказываются. Вы имеете в виду всяких лягушек? Да, вот лягушки преобладают, хотя рыбу может уж съесть, не обязательно водяной, даже наш обыкновенный уж, у нас только один вид уже обыкновенный обитает. А гадюки все-таки любители более прогретых солнечных мест, у них в основном грызуны и птицы в рационе, крупные ящерицы и так далее. И вот что самое неприятное, гадюки совсем домоседы, то есть они не любят путешествовать, вот у них есть места зимовок конкретные, есть места, где они лето проводят, и поэтому, во-первых, вот эти миграции, и во-вторых, вот когда на их территорию приходит человек в виде дачных участков, своих земельных участков и так далее, то выселить ее таким образом, наверное, не получится. Поэтому есть чем вы себя безопасить можете. Ну, постоянно держать участок в порядке, то есть косить его, чтобы не было таких укромных мест, никаких завалов и залежей, там, досок, веток и так далее, в которых она может легко спрятаться. Но это определенным образом гадюке не нравится, и она, скорее всего, таких открытых мест будет избегать. Специалисты, которые изучают змей, как они правильно называются? Ну, общая группа всех рептилий – это герпетологи, совсем узкая серпентес, змея по-латыни, поэтому серпентологи, серпентарии, такие фермы, где змеи разводят, и такое бывает. Змеи, на самом деле, очень набирают популярность в домашнем содержании. Почему? Это экзотично, это необычно. И, во-вторых, вот всяких внешне цветовые вариации, как всегда, много цветовых форм. Есть, например, целые клубы, да, и за рубежом, на первых, и у нас, в России, да, это очень популярно, это древесные питоны. Они очень изящные, они очень разнообразны по цветовым вариациям. Неприхотливы. Неприхотливы, да. И тоже обладают вот таким мирным нравом, как вот эта молочная змея. Видите, она даже не пытается никакой… Да, она очень фотогенична, поэтому она демонстрирует себя для наших телезрителей. Вот серпентологи, да. Осенью же будет конференция на территории Калуги. Да, да. О чем будут разговаривать? У нас знаменательное событие. Раз в три года специалисты, не только по змеям, а в принципе герпетологи съезжаются в каком-то из городов России. Большое количество иностранных гостей у нас бывает. И вот в этом году мы принимаем их в Калуге. Уже около 200 человек зарегистрировались на конференцию в очном формате. Есть специалисты, представители герпетологических вот этих сообществ зарубежных. Есть Испания, Франция, Китай, Германия. Вот они все будут у нас. Ну, а на данный момент… Кстати, актуальность изучения этой группы до сих пор очень большая. Во-первых, отдельная тема – это сокращение численности этих животных. А это проблема? Да, это серьезная проблема. И здесь, помимо… Есть и прямое уничтожение, потому что змеи все-таки боятся, и бедные уже там попадают под разделы очень часто, и похожие на них. Ну и косвенная, потому что мы перестраиваем биотопы, и не всем змеям это нравится, не только змеям, а рептилиям. Да, численность сокращается. И второй момент – ведь биоразнообразие не стоит на месте, вернее, мы не стоим на месте в ее изучении. Поэтому много скрытых каких-то моментов. Молекулярный анализ позволяет это вскрыть, вот эти тонкие эволюционные какие-то тенденции. А все это нужно для того, чтобы более, как сказать, глубоко и полно понимать работу этого мира, да, устройство этого мира, но для того, чтобы все это сохранить. Все направлено, в любое изучение природы направлено прежде всего на ее сохранение. У вас кусала когда-нибудь змея? Да, ядовитых, правда, бог. Хотя, вы знаете, я сейчас вообще официально уже несколько лет содержание ядовитых змеев в домашних условиях запрещено. Поэтому, когда вы какой-то такой делаете себе идею рискнуть, да, то имейте в виду, это вне закона стало. А вот когда это было достаточно свободно, да, у меня в студенчестве просто жили, а разводились вьетнамские копеголовые гадьюки. Они очень эффектные, они салатового цвета. У них красные тонкие лампасы по краю проходят. Это древесные змеи все очень изящны, потому что грузным там не будешь, по веткам нужно лаять изящно. И это, конечно, террариум, да еще и красиво оформленный, вот с такими изящными змеями. Ну, вот это и украшение квартиры. Что делать, если вот кого-то на дачном участке укусила гадюка? Если, во-первых, точно ли это гадюка? Вы должны определиться, потому что, да, с ужом, ну, достаточно там, чем-то антисептиком обработать, это вполне достаточно. Ну, и себя успокоить, да, какой-нибудь успокоительный чай выпить. А так, если все-таки это гадюка, что у вас два действительно мелкие точечки, да, от ее двух зубов оказались, то есть здесь первое, что вы можете сделать, и этого бывает достаточно, с вашей стороны, это выпить что-то от аллергии. Типа супростина? Да, вот что-нибудь, можно и покрепче из лекарств, вот именно от этого. А дальше, конечно, нужно ехать в больницу, вызывать скорую помощь и так далее. Гадюка не смертельна для человека взрослого, а вот, конечно, определенную опасность вызывают пожилые люди и дети, вот поэтому здесь особенно нужно поспешить, скажем, в медцентр. А так, да, яд ее не смертельна для человека. Я помню, как нам рассказывал на уроках биологии наш преподаватель о том, что просто нужно с этого момента максимальное количество воды потреблять. Да, чай, теплый чай, потому что токсин нужно разбавлять, токсин нужно выводить из организма, пока он всасывается. Но чем, как бы, хорош яд гадюки, если можно так сказать, да, есть же два типа действия ядок, это местный локальный, который как раз у гадюк, и нейротоксины, которые у кобр и аспидов. И вот с тем сложнее, потому что он сразу вписывается в кровь, разносится по организму, и здесь у вас и перебои с сердцебиением, с дыханием начинается и так далее. А яд гадюки локален, он действует, здесь у вас боль резкая в месте укуса, постепенно отек формируется, это идет несколько часов, поэтому время на то, чтобы вам оказали квалифицированную помощь и приезда скорой помощи, у вас достаточно. То есть вы не упадете прямо сразу? Паниковать, да, паниковать здесь не нужно. Если вы здоровый человек, конечно. Да, совершенно верно. Ну что ж, друзья мои, я еще раз напоминаю, что у нас Евгений Ольевич Константинов был в гостях, кандидат биологических наук, сегодня мы разговаривали, в Международный день змей, конечно же, разговаривали про змей. Мы продолжаем это утром первых.